Продолжение следует... 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 урока, понимаете? Где вы им это еще разочек покажете, расскажете, и тогда уже однозначно не будет у вас необходимости в пробных уроках. Но, ребята, все равно существуют такие ситуации, когда пробный урок нужен. Лично у меня, я не делаю пробные уроки, это происходит только в один момент, он связан с тем, что я рассказывала вчера на своем вебинаре про тестирование, да, предварительное тестирование, если я сомневаюсь, в какую группу мне лучше поместить этого ребенка. Вот тогда я ему говорю, что давай мы попробуем в эту группу сходить и в эту группу сходить. Ты посмотришь, и я посмотрю, и мы решим, где тебе будет лучше. Но я бы, как бы, согласитесь, это пробным уроком не назвала. Так, здравствуйте, Ольга, подскажите, что необходимо сделать, чтобы появился звук. Вы тоже напишите, пожалуйста, потому что вас по-другому видит платформа. Я участников прошу, да? А я напишу ей, что нужно нажать на кнопочку микрофона. Понятненько, да? Говорю, но я остановилась, извините, на том, что, ну, если вдруг такая ситуация, что все-таки пробный урок нужен, я считаю, что уважительной причиной для пробного урока может быть, например, большая конкуренция, да, когда у вас очень много конкурентов, и надо выделяться как-то так из толпы, да, либо требует руководство, да, если вы работаете на кого-то, и там требуется, как бы, пробный урок, но в этом случае, как бы, вы малую роль, собственно говоря, так в этом решении имеете, потому что это решение компании, как бы решение не ваше, не хочется им собирать деньги за это дело, значит, это, как бы, их проблема. Хотя тоже, не знаю, оплачивается ли он вам в этом случае, да. Вот. Если вдруг такая ситуация есть, то есть либо большая конкуренция, либо требует от вас руководство, да, и вы готовите пробный урок, мой вам совет, относитесь к нему не просто как к пробному уроку, относитесь к нему как к своему первому уроку с этой группой. То есть это не должен быть урок со знаком стоп, это должен быть урок с многоточием в конце, да. Ну что ж, сегодня я вам расскажу, как вам спасти пробный урок, какие ошибки не допустить во время пробного урока, да, то есть общие такие common mistakes, которые делают учителя, и расскажу, какие, ну, я бы их назвала, наверное, 5 составляющих все-таки, да, успешного пробного урока у вас будет. Итак, то, что я расскажу сегодня, оно подходит для разных возрастных групп. В принципе, как бы так. Кроме того, оно подходит для всех уровней, от начинающих, как бы, и до advanced, на самом деле, да. Поэтому, если вы выработаете себе какой-то алгоритм такой, но не забывайте, что в нем должно быть быть эти 5 составляющих, которые мы сейчас с вами рассмотрим, да, чтобы успешный был урок, то у вас потом, как бы, ничего сложного уже не будет. Пробный урок – хорошо, проведем пробный урок первый – хорошо, проведем первый. Итак, с чего надо начать? На самом деле, начать надо не с урока самого. Начать нужно с предистории, я бы так сказала, да. То есть для успешного пробного урока должен быть пред-подготовка, да. Я не имею в виду, что надо написать там план урока, вырезать материалы, распечатать. Это все понятно. Нет, должна быть еще одна маленькая деталь. Вы должны знать, кто к вам придет на урок как преподаватель, да. Я сейчас не разговариваю с руководителем, я сейчас разговариваю с преподавателями. Вы должны знать, кто придет, вы должны знать не только возраст, как бы, уровень, да. Вы должны знать, почему они придут. То есть это родители их привели, насильно, грубо говоря, да, либо ребенок проявляет, как бы, инициативу, да. Вот, можно даже вот обзвонить, сесть и сказать, что я вас жду, я ваш преподаватель, который будет, как бы, вести этот урок, да. Сколько лет, а что нравится, почему хочет прийти, позаниматься английским, как бы. Ну, то есть немножечко нужно знать, на самом деле, предысторию. От этого очень много зависит, как вы построите свое отношение, и вот, на самом деле, там моральная готовность ваша будет, как бы, да. Следующий момент, который я посоветую вам, не распыляться. То есть вы вот сейчас узнали, что один пришел по этой причине, что родители давят, второй пришел, потому что он ненавидит английский язык, а родители хотят, чтобы он знал его. Третий пришел, потому что у него был плохой преподаватель, он хочет преподавателя поменять. Четвертый пришел, потому что он хочет только грамматику. Пятый пришел, потому что он хочет научиться говорить. Вот здесь самое главное, правило не распыляться, да. У вас есть свой путь, путь преподавателя, путь преподавания. Это правильный путь, потому что вы находили его, вы его складывали очень долго, отсеивая все ненужное, и у вас есть правильный путь, да. Так вот, с самых первых секунд ведите родителей и ведите детей по своему правильному пути. Не поддавайтесь на их уговоры, не поддавайтесь на их советы, и не давайте им свернуть себя, вас, с правильного пути. Раз они пришли к вам, значит, они ищут этот правильный путь. С самого первого момента говорите, как бы, да, ну вот я, например, так говорю, что мы не занимаемся школьным языком, мы не занимаемся только грамматикой или только говорением, мы учим язык так, как он должен быть, да. И вот с самых первых минут вы уже ведете их, да. Наташа, по поводу вопроса, хороший вопрос, у меня есть в штате преподаватели, родители их не знают, да. Давайте я себе его помечу, и вы мне напомните о нем, пожалуйста, в конце вебинара. Я себе напишу, так, вопрос Натальи. Потому что вопрос хороший, я к нему вернусь чуть попозже, да. Дальше. Мой вам совет на пробный урок, ну, называем его пробный урок, называем его первый урок, не пускать родителей. Родители будут мешать вам, родители еще больше, чем вам, они будут мешать детям. Дети не смогут раскрепоститься, родители будут на них все время пшикать-шикать, не так смотреть. И это помешает вам создать вот эту вот волшебную, как бы так, атмосферу, interaction с вашими учениками. Поэтому родителей мы не пускаем. Вы им объясняете это так, да, что я буду снимать видео, я буду снимать фото, и выложу, и вы все увидите, да. Я с вами поделюсь, и вы увидите все, что было в классе. И это очень важно, конечно. Опять же говорю, у вас есть свой путь, идите по нему смело. Кто с вами, welcome. Кто не с нами, до свидания. Придет те, кто будут с вами. Потому что если вы будете слушать каждого и пытаться увернуть за всеми сразу, ничего хорошего из этого не получится. Говорю, вы просто распылитесь, растворитесь, и все. И не будет целой, харизматичной, нужной единицы. Так, дальше. Про, когда вы будете потом говорить родителям, да, что я вас не пущу, ну, вы так не будете им говорить, вы будете говорить, что нет необходимости вам здесь присутствовать. У нас класс маленький, у нас мест не хватит на всех. Но вы не переживайте, это как красиво, да. Но вы не переживайте, я сниму видео, фото, я выложу, и вы все увидите, и посмотрите, ребенок вам все расскажет, да. Так вот, фото надо выкладывать только удачные. Там, где дети получились действительно здорово, с комментариями, что вы делали в этот момент и зачем вы это делали в этот момент, да. Также и видео, только удачные. Опять же, не где вы работаете, а где вы снимаете финальный ауткам, я о нем расскажу еще разочек, да, где дети работают. И вы должны это сделать, такой как бы чап, как называется, не чаптер, да, вылетело с головы это слово. То есть вы пишете, что именно это было, да, вот что мы научились делать уже после первого урока, да. Когда вы разместите удачные фото этого первого урока или пробного урока, неважно, да, детям это понравится, родителям это понравится, они будут это перепостить потом у себя на стену, и это получится такая как пассивная реклама. Это надо делать обязательно. И в течение учебного года, и особенно, когда у вас вот пробный урок или первый урок, у вас еще не набраны ученики. Перед тем, как мы начнем, все это еще как бы мы говорим не об уроке, да, но это вещи, о которых надо задуматься для того, чтобы было действительно успешное пробное занятие. Перед тем, как вы еще войдете в класс, вы должны четко понимать, как преподаватель, еще раз говорю, разговариваясь с преподавателями, не с руководителями, вы должны четко понимать, какова цель вашего пробного урока. Напишите, пожалуйста, какова цель вашего пробного урока. В чате напишите, пожалуйста. В чате напишите. Провести его так, чтобы дети захотели приходить снова и снова. Новенькие, кто входит, пожалуйста, выключайте микрофон, чтобы мы вас не слышали. Следующий еще пишет. Анастасия, заинтересовать детей. Согласна, конечно. Кто-то еще тут, кроме меня, говорит. Мне не удалить. Наталья пишет. Познакомиться с детьми поближе, создать контакт учителя-ученик и сплотить группу. Абсолютно правильно. Посмотреть ребенка, показать себя, пишет Александра. Так. Хорошо. Дело в том, что многие преподаватели считают так, что пробный урок – это вот показать себя, показать свой профессионализм. И тем самым как бы привлечь клиентов, привлечь детей, довести их до покупки абонемента. Вот это цель пробного урока. Наверное, вот эту цель как бы больше, она касается руководителей, не преподавателей. Если у вас будет только эта цель, вы мало чего добьетесь. Надо вставить цель больше. Несмотря на то, что пробный урок, скажем, будет у вас там 30 минут, 40 минут, 60 максимум, да, пробный урок не должен быть больше ни в коем случае. Ну, или первый урок, да. Минут 40, грубо говоря, вот рассчитываем, да. Ну, 60 максимум. Так вот, сюда же вы еще должны вставить цель – познакомиться. Потому что, говорю еще разочек, не относитесь это как к пробному уроку, относитесь к нему уже как к вашему первому уроку. Дальше. Нужно познакомиться, то есть с учителем, познакомиться друг с другом. Вот как правильно написала Наталья, уже нужно делать team building уже с первого урока. И icebreakers, и team building, activities, они все уже должны быть на самом деле здесь. Дальше. Очень важно показать, что английский нужен. Нужно показать, что английский – это язык, что это общение. Нужно показать, что английский вообще – это не страшно. Самое главное, что это возможно. То есть вы должны подставить им цель в начале урока, что они смогут сделать в конце урока. И вот этот вот statement I can или I could, он должен обязательно быть. То есть что я смог, у меня получилось, значит, я могу еще как бы ходить, у меня будут получаться еще больше. Дать им цель первого урока, а также дать своим ученикам новым поверить в себя, поверить в свои возможности. Я смог, у меня получилось. И уже, как тоже написала Наталья, build a rapport. То есть уже надо создавать атмосферу с самого первого урока, будь он пробный, будь он первый. Перед тем, как я вам расскажу еще составляющие успешного пробного урока, Хочу рассмотреть основные ошибки, которые делают преподаватели на своих первых занятиях или пробных занятиях. И мы подумаем с вами, как их избежать. Часто преподавателям кажется, что они очень серьезные. И они вставляются в очень много различных таких fun activities. Как вы к этому относитесь? Напишите, пожалуйста, в чат, как вы относитесь к тому, что преподаватель дает только fun activities на пробном занятии. Никакого, скажем так, language focus activities, только что-то забавное, веселое, чтобы детям понравилось. Вот такая как бы цель. Как вы считаете, правильно это или неправильно? Наталья пишет, я не даю fun activities. Такой крайний случай, да? Ольга пишет правильно, что польза plus fun is a must. Дети могут решить, что так всегда и будет потом разочарование, пишет Александра. Так, что я могу сказать, да? Что, конечно, я вот поддержу как бы Ольгин вариант, что должен быть баланс между пользой и fun абсолютно. Не нужно быть too serious и не нужно быть too funny. Мы не клоуны. Начнем с этого, как бы, да? И дети не пришли в цирк, дети не пришли смотреть комедию. Дети пришли на занятия. Поэтому избежать, но с другой стороны, как бы, да, избегать fun activities. Как бы, fun activities, я бы назвала их как бы увлекательные, интересные activities. Не обязательно это прям га-га-га, должно быть смех какой-то, да? Но это должно быть в увлекательной форме. Тоже, вот, Александра, мне нравится ее point, как бы, что дети могут решить, что так будет всегда и будет разочарование. Пробный урок, первый урок, он должен быть естественным, естественным от вас. Он не должен быть такой contrived какой-то, да, натянутые шутки, там, натянутые какие-то activities, которые вы никогда в жизни не делаете или не делали. И дети это все чувствуют, неважно от возраста. Дети, там, взрослые, неважно от возраста, да. То есть, во-первых, то есть первое правило, первая ошибка, нужно держать середину. Не очень серьезно и не очень fun. In between. Держать серединочку. Вторая ошибка. С одной стороны, мы должны приблизить к себе детей, да, то есть мы должны с ними познакомиться, мы должны создать эту атмосферу, как бы, positive learning environment, скажем так, да. Но, с другой стороны, не допустить понебратства. То есть дети, при всем том, что вы им нравитесь, они вас в конце урока еще обнимут, особенно если это малявочки какие-то, да, вот это здорово. Но, тем не менее, должна быть такая небольшая дистанция, как бы, да, что понятно, что это учитель, это вы, как бы, да, это ваши детки, чтобы не было понебратства. Эй, Ольга, пока. Это неправильно. Понебратства быть не должно. Дальше. Задание. Задание, если это даже пробный урок, как бы, да, или первый урок, они все равно не должны быть слишком легкие. Ни в коем случае. Если ребенок пришел к вам на пробное занятие, вы дали ему легкие какие-то activities, ну, было же лето, он забыл, вот мы повторим, он потом идет после первого урока вашего, пробного урока, да, и скажет, я это все знаю. Зачем тогда он пришел, понимаешь, то есть вот если он все знает из того, что вы сделали на первом занятии, то, конечно, он подумает, что всегда так будет, что здесь вообще ничего нового, как бы, ему не дают. Поэтому уже с первого урока они должны у вас что-то выучить, что-то, чего они раньше не знали. Должна быть разница до и после. Разница эта должна быть очевидная. И даже tangible мы об этом сейчас с вами поговорим, да. Но с другой стороны, опять же, too difficult, too challenging activities тоже не нужны. Поэтому я и говорю, что нужно знать предысторию, нужно знать, учил ли ребенок заранее. Идеально, если вы сделаете еще предварительное тестирование до этого, да. Это поможет вам избежать многих ошибок и подобрать правильные activities именно для вашего вот пробного или первого урока, да. Дальше. И нужно подобрать такие activities, которые подходят сразу вам для multi-level group. У нас вообще очень нередко бывает, на самом деле, правильно, группы все одного уровня. Разные дети, разные уровни, это нормально. Mixed groups, то есть сразу надо подбирать такие activities, где вы понимаете, что будет минимум и будет максимум. То есть такие activities, которые можно немножечко сделать сложнее, немножечко сделать проще. Я вам сейчас такие расскажу. Но еще разочек хочу сказать, что самое главное, что вы закладываете в свой пробный урок, это что они должны что-то выучить, чтобы была явная разница. До урока и после урока, да. Так. Ну что ж. Первое, с чего мы начнем пробный урок, хотя вы еще и не уверены, будут они вашими клиентами или нет, это неважно, говорю, относимся как к первому уроку настоящему, да. Первое, что мы должны сделать, это, конечно же, познакомиться. Да, познакомиться, да, с детками. Самая популярная игра, наверное, еще с лагеря и со школьных времен, это снежный ком. Я его делаю кругами. Сначала я говорю свое имя, каждый говорит свое имя. Кружочек все-таки это уже какой-то interaction, это уже мы не сели за парты. Изначально мы встали, как бы, да, и друг друга видим. Второй круг, когда я говорю свое имя и имя следующего человека. И третий круг, когда я говорю имя предыдущего, свое и следующее, да. Это самое простое, что может быть. Но я не очень люблю к этому прибегать, я люблю начинать с чего-то более интересного и более такого, наверное, морального, психического, психологического такого момента. Сейчас я вам расскажу, вернее, не расскажу, а покажу. Надеюсь, вы сейчас все у меня увидите. Сейчас на экране у вас должен появиться сайт и должен появиться такой WordSearch. Видно ли вам WordSearch? Напишите, пожалуйста, в чате, видно ли WordSearch мой. Видно, хорошо, спасибо. Итак, я рисую вот такой вот WordSearch, да. То есть вы можете его создать на самом деле и распечатать. Существует очень много подобных сайтов бесплатных, которые это делают. Вводите просто вот WordSearchGenerator и вперед. Я обычно делаю это в форме сердечка и делаю это на формате А3. То есть на большом формате я заранее покупаю, как бы это, да, не А4 даже, а А3. Вы представляете себе? А3 это где-то вот такой вот формат, да. И ручками вписываю. Дальше. Что я вписываю? Я вписываю имена детей этой новой группы. Дальше. Когда они приходят, я даю каждому в руки маркер, маркер, выделитель, да, текстовый выделитель, то есть highlighter. При этом вот это у меня WordSearch с их именами висит на стене, либо на доске магнитиками прикреплен, да. И я прошу каждого ребенка найти в этом сердечке свое имя и highlight your name, да. What's your name? My name is Olga. Please highlight your name. Элементарными словами, такие слова, как highlight, знают уже все, вот, и она выделяет свое имя. После того, как все сделано, поверьте мне, они будут просить друг друга о помощи, потому что не все сразу найдут как бы свои имена. Да, уже когда они все вместе, я прошу всех вместе сразу подойти. Уже они все вместе, уже они кучкой, что-то там выделяют, друг дружке советуют, а я вот не могу найти свое, там, да, будет здорово, если вы им еще дадите, может быть, time limit какой-то, да. И тут вот такие сразу щелк фото, да, что мы нашли вот свои имена, да, допустим, там, с комментарием, с таким, да, с важным, как бы, этапом вашего урока основного, потому что это фото очень красивое будет. Во-первых, с сердечком плакат, во-вторых, highlighters разных цветов, как бы так, да. И потом финальное фото, когда все дети стоят, и кто-то держит этот плакатик посерединке, да, с сердечком. Что здесь важного? Психологический момент, что я нашел себя, я нашел свое место в этой группе, вот, я это вот таким образом детям преподношу. После этого вторым этапом у меня для всех имен заготовлены бейджики, они стоят копеечки, да, и я прошу детей друг к другу, вот, кто залез в мешочек, там, да, что достал, тому и одел. Вот, как он запомнил, во время word search, там, допустим, да, как он запомнил, он достает и одевает или дает тому человеку, имя которого он вытащил. Здесь сразу же, сразу же, сразу же мы вставляем на путь истинный. Nice to meet you, он ему дает и говорит, Ольга, nice to meet you, I'm Alex. Ну, Ольга там отвечает, nice to meet you, Петр, там, thank you, и так далее, да, то есть уже какой-то interaction мы их учим на английском языке. Где еще? Как не в нашем классе, как я говорю, where on the earth else they will speak such English. Поэтому, конечно, уже мы сразу им это вставляем, делаем, и они понимают, о, это уже не язык космоса, о, может, какое-то общение у нас идет, и вы такие щелк, что, да, дети уже начали общаться по-английски, вот, как-то так это можно уже представить, да. Вот, потом этот word search я оставляю в кабинете еще несколько недель, когда у них уже эйфория пройдет, они станут самой настоящей группой, да, там, ну, две-три недельки, как бы, и уже можно будет потом их убирать. Вот, то есть что мы здесь как бы сделали, мы познакомились, да, для первого урока это вполне достаточно. Говорю, и без снежного кома вот это все пять минут у вас займет, а какой-то interaction уже у нас был. Вот, на бейджиках можно, опять же, распечатать логотип с вашим логотипом, да, лучше, конечно, даже если вы частный индивидуальный предприниматель, преподаватель, уже все заносит меня на руководителя, все равно придумайте какой-то логотипчик там, да, и когда они эти бейджики заберут домой, у них будет память о вас, они потом с ними еще сфотографируются с этими бейджиками, да, и то есть, опять же, это будет такая пассивная реклама. Вот. Дальше, второй этап урока, второй этап урока должен быть icebreaker. Все мы знаем, что такое icebreaker, да, здесь я имею в виду, что мы должны узнать друг о друге немножко. Во-первых, они должны узнать информацию об учителе кое-какую, и, во-вторых, они должны узнать друг о друге что-нибудь. Но, опять же, делать это нужно обязательно интересным способом. Я говорю, что мы не клоуны, но, тем не менее, интересный подход нужно найти. Что можно сделать здесь, да, ну, существует масса вариантов, как бы, как узнать информацию друг о друге. Ни в коем случае не делайте с первого занятия вот это вот mingle activity, когда вы им даете список вопросов, они идут друг к другу, интервью делают, как бы, и отмечают, там, yes, no. Это все совсем не для первого урока. Это все только для отработки, там, грамматических, лексических каких-то фиксированных структур. Это совсем не пробный урок и совсем не первый урок. Неплохо идет на первом, вот, пробном уроке, скажем, activity, когда три предложения я вам даю, элементарных, в зависимости я говорю от уровня, который у вас есть, дети, да, взрослые там кто, подростки. Три предложения даю, одно из них false, попробуйте угадать, какое из них false. И вот уже вы их учите слова true, false. Неплохо идет, очень даже неплохо идет, да. Либо, либо вы даете им такую, как бы, так вот информацию о себе, скажем так, да. Сейчас, секундочку, я быстренько вам это здесь так вот напишу. Это клауд такой, да, вы рисуете клауд, и внутри этого клауд вы пишете, как бы, так вот несколько слов. Это могут быть цифры, да, это могут быть какие-то слова, ну, например, вот так вот, как бы, да. Вот такие, ну, я обычно делаю где-то шесть штучек, да, это цифры и слова какие-то. И я прошу студентов угадать эту информацию обо мне. Если это студенты elementary level, они пробуют, конечно, угадывать по-русски, зная вот эти вот слова, называя только эти слова. Если у вас уровень там elementary и выше, они уже могут составлять какие-то элементарные предложения. Вот попробуйте сейчас отгадать информацию обо мне. Здесь написано 35, coffee, to, green. Как вы думаете, как эти предложения ко мне относятся? Какую информацию обо мне они вам дают? Write it in English, please. Because you are an advanced group. You like coffee, that's right. Green is your favorite color. Not bad, try again. Coffee, yes. Вот вы угадали про coffee, все, coffee я сразу cross out, вычеркнула coffee. You are 35, thank you, no. Two children, that's right. You have got two children, that's right. Вот осталось угадать 35 and green. Yes, самое поэтому green. 35 years of experience. Oh, no, not so old I am. Ещё что может быть 35? Кто видел меня в жизни, в реальной жизни, тот, наверное, сразу угадает 35, о чём это идёт? Конечно, если я преподаватель, да, я не буду сдаваться, я буду пытаться, чтобы они это всё-таки угадали и доделали, но сейчас, чтобы не затягивать вебинар, я подскажу очень хорошую у вас идею. Очень хорошая идея, но давайте я вам скажу the truth. My favorite drink is green tea. And my shoe size is 35. Я как золушка, поэтому у меня shoe size 35, да, вот, то есть неплохо работает вот этот activity, да, но что я хочу сказать, какой бы вы не выбрали icebreaker, допустим, да, важно, очень важно, прям вот на носу себе напишите, зарубите, чтобы этот activity они угадывали в парах или в меню-группах по 3-4 человека. Зависит от того, насколько большая у вас группа, да, ну, в парах лучше, они сразу советуются, да, сразу же начинают дружить против вас, как бы, да, грубо говоря, вот, поэтому очень важно вот этот activity, следующий, сделать в парах. То есть первое activity у вас было, когда они угадывали имена, свои, вернее, не угадывали, а искали там свои имена, допустим, да, это можно сказать так whole class activity. Здесь уже они в парах. На первом уроке их лучше не оставлять наедине, no individual worry, потому что они еще не уверены в себе, им надо друг с другом больше поинтерактить, поэтому они лучше справятся с этой работой, да. То есть неплохо работает или это, или это, три предложения, и какой из них false, посоветуйтесь в паре, да, лучшим, конечно, это записать на доске, там, или как у вас там на проекторе, да, чтобы у них было перед глазами дать им время это обсудить, или вот дать им время, опять же, обсудить вот это дело, записать это какими-то отдельными предложениями, возможно, даже вас спросить какие-то слова вспомогательные, да, и потом каждая пара зачитывает, и посмотрим, кто больше всего, как бы, угадал информацией о вас. Если какие-то остались неугаданные, как у нас в данный момент, там, в 35 и green, то тогда целым классом они это обсуждают. То есть no individual work вообще, как бы, на этот момент. Вот такая моя рекомендация на пробный урок. Все это, конечно, неплохо, правда, ну, как бы, несложно, неплохо, но лучше всего в данной ситуации у меня, например, на пробном уроке работает kahoot. Скажите, есть у кого-то закачанный сейчас kahoot на телефоне? Так, отлично, открываем kahoot, значит, сейчас мы с вами сыграем вместе. Открываем kahoot, у кого получается, да, и попробуем с вами поиграть. То есть, опять же, когда дети приходят или заранее, я прошу их, как бы, закачать эту игру kahoot, и по парам, то есть не обязательно, что смартфон должен быть у каждого, да, у кого есть смартфон, у кого есть kahoot, тут, ну, обычно у меня, как бы, 8 человек, группа, да, у парочки есть, а если нет, то я даю свой телефон. Если только у одного человека телефон, тогда вы на две группы их делите. Один их смартфон, один ваш смартфон, их хватит, да. Так, у кого есть kahoot, открывайте, пожалуйста, давайте с вами поиграем. Сейчас появится код, здесь у нас, который вы введете у себя. Эта игра была у нас с учителями на Summer School in Finland, которая была этим летом. И, кстати, цель этой игры была узнать информацию о тьюторах, как бы, да. Тьюторов было два. Я и Мик. Сейчас я попробую сделать потише. Так, а вы постарайтесь ввести, как бы, вот, код, который у вас высветился. Так, Анна уже здесь у меня, отлично. Отлично. Так, и Ольга, да. Ну что ж, мы делаем старт. Не получается у меня сделать тише. О, Жанна, Ольга, Анна, отлично. Так. Ну что ж, итак, смотрите, пожалуйста, внимательно, да. Это в летней школе у нас было два учителя, два тьютора. Я, методологи тьютор, и Ник, English teacher, English tutor. Попробуйте угадать, данная информация о ком, о нас обоих, ни о ком из нас, обо мне или о Нике. И вот такие вот ответы. Ольга, Ник, Боуз, Нон. Нажимайте. Правильный ответ Боуз, да, правильный ответ Боуз, правильный ответ, у нас один человечек ответил. Так, дальше идем. Жанна ответила правильно, молодец, Жанна. Так, this person drives to work. Ну, Ник – это English teacher, он у нас из Great Britain был. Ольгу, вы знаете, ваш верный слуга. Предположите, пожалуйста. Ага, Ник, так. Ник – это был Ник, потому что у меня никак с колесами не получается. Я говорю, скорее всего, airplane поведу, чем машину. Так, ага, Жанна пока в лидерах, но Анна уже ее догоняет. Так, третий вопрос. This person has two kids. Оу, отлично. Никто не угадал, да? Оба, потому что Ник тоже, он приблизительно моего возраста, у него два сына. Он часто и берет с собой туда на работу, в самый скул. Так, по-прежнему Жанна в лидерах у нас. This person has been a Lyrical Teacher of the Year award. Так, Жанна по-прежнему в лидерах. Ольга, что-то у вас не получается нажимать, что ли, там? Давайте, 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 еще все может измениться. Так. Так, this person has worked as an international DJ. Это был Ник. Это был Ник. О, Ольга, молодец, уже видишь, сразу один ответ, и уже на втором месте. Молодец, well done. Мы почти закончили. This person's favorite food is Russian pickled cucumbers. Оба, конечно, и я, и Ник. Что это такое? Так, Жанна, молодец, well done. Анна догоняет. Так. We are almost done. This person has done extreme sports. Ну, посмотрите на меня, подумайте. А речь идет как раз-таки про прощутин на самом деле. Так, Ник, конечно, как вы узнали, я не знаю, но это был Ник. Все трое ответили правильно. Так, вы уже начинаете чувствовать этих тьюторов. This person speaks five languages. На самом деле это я, это я. Ник знает три языка, финский, английский, и, по-моему, немножко французского. Как-то так там было. Так, отлично, набираем points. Ну, и предпоследний вопрос. This person has taught English only to the Russians. То есть только с русскими работал этот человек. Никто из нас, конечно, не работал только с русскими, да, потому что я работала, вы знаете, в Египте, и в Украине, и других разных, с другими национальностями, так же, как и Ник. Тоже учит English для разных национальностей. Ну, и последний вопрос. This person's main workplace is Larkula Larkula. Это финская академия, на базе которой проходит наша летняя школа для учителей английского языка. Так, никто. Отлично. На самом деле никто из нас как бы так не работает. Там как основное место работы, да. Ник там, получается, тоже фрилансер. Я приезжаю только как методист два раза в год туда работать. Ну, что ж, давайте посмотрим. Жанна, well done. Вот вам конфетка. Молодец. Возьми с полки пирожок. Молодец. Анна, у вас второе место. Тоже поздравляю. Вот вам конфетка. Молодец. И Ольга, третье место. Молодец. Well done. Ну, на самом деле, что я могу сказать в этой игре, да, что если вы используете кахунс, кахунс самого первого урока, здесь как бы видишь не то, чтобы там какая-то важная, страшная информация. Наоборот, интересные факты какие-то, но здесь лэнгвич был сложный, для учеников мы это можем упростить, в зависимости, говорю, от уровня, надо знать предысторию ваших учеников. Но если вы используете кахунс на первом уроке что-то вот такого плана, там, true-false, допустим, да, то вы детям покажете, что, вау, я тоже из 21 века как бы учитель, здесь не все так скучно, не все так страшно, что она тоже немножко в теме как бы использует какие-то различные технологии, различные приложения, да. Вот. Это что вы добьетесь, если вы создадите кахунс. Опять же, вы его создадите всего один раз, за такой сет минут 10 у вас займет как бы создать самому, вот. Но обязательно, говорю, здесь работа в парах, какой бы вы ни были, вот я сейчас три задания вам предложила на знакомство, да. Напомню, первое задание – это три факта, один из них false, второе – это numbers и letters какие-то о себе, так, да, чтобы они угадали, как они вас касаются. Если ответить, например, вот, кахут, там, true false или подобного плана, тоже информация о вас, интересные факты различные, чем они смешнее, чем они забавнее, невероятнее, будет, конечно, здорово, это заинтересует их вашим уроком. Сами знаете, дети никогда не будут учиться у того преподавателя, который им не нравится, поэтому вот, чтобы их заинтересовать, да, давайте интересную информацию какую-то о себе. Но обязательно, говорю, еще раз, разочек, еще разочек, лучше, лучше, вот это вот, какое бы вы ни выбрали этих трех заданий, делать это в паре, чтобы дети работали в паре. Вопрос, лучше менять или оставить те же? Я бы на первый урок оставила те же пары, во-первых, чтобы время, как бы, так вот сократить, сохранить, да, во-вторых, чтобы они уже хотя бы одного друга точно имели, как бы, после того, как они выйдут из урока вашего, да. Вот, дальше, что важно теперь? Вот сначала они угадывали информацию о вас, а теперь вы дадите им время, только много времени дадите, 10-15 минут, да, чтобы они приготовили такое же задание в паре для других детей и для вас. Это очень важно. Какое бы задание вы из трех не выбрали. Если вы выбрали три предложения и одно из них false, вот они сидят вместе, помогают составить, да. Такое задание тоже они могут составить, как бы, в паре вместе, ну и в кахут тем более. Мы это делали тоже в самый скул с учителями, и поверьте мне, у учителей это, ну, немножко так вызвало сложность у детей, и эта сложность никакой сложности не составит им разобраться в кахут и составить там свои сеты. Опять, я их сразу же, пока они составляют, я быстренько делаю WhatsApp-группу или ВК-группу, да, и они свои ссылочки туда скидывают, и вы на компьютере все это показываете, и они уже играют, они уже 100% вовлечены. То есть вот кахут мы делали каким образом, да, то есть пара теперь ищет информацию какую-то обо мне и о нике. Мы ищем что-то общее, да, и пишем там, допустим, true или false, всего два ответа, чтобы быстрее было. Ну, от четырех до шести, я им говорю, предложений составьте, да. То есть они общаются на русском языке, придумывают какие-то интересные факты, несложные, просят вас о помощи, простите, просят вас о помощи перевести им какие-то слова, а вы полный саппорт им предоставляете на пробном уроке или первом уроке, да, потом они скидывают ссылочку на свой кахут-тест, и вы это все в классе уже играете. То есть еще четыре таких вот классных теста вы играете. Цель какая? Цель их воблечь максимально. И вот пока они играют, вы уже можете снимать кусочек классного супер-видео, что ребята сами создали на английском языке тест, и теперь они как учителя в классе работают, да, играют. То есть вот эта пара играет, эта пара играет, потом вы сфотографируете вынос какие-то, да, там с конфетками, я не знаю, и будет классно. Это уже небольшой ауткам, который у нас есть, понимаете, который мы уже можем заснять как бы. Вот. Так. Дальше. Третий момент важный, то есть третья составляющая как бы нашего конкретного урока, это что-то они должны выучить, и они что-то должны унести с собой. Я имею в виду, что что-то tangible, что-то ощутимое они должны унести с собой. Это могут быть бейджики с вашим логотипом и с их именем, да, но это может быть и какой-то другой activity, допустим, да, в зависимости от того, вот всего один activity должен быть главным у вас в уроке, не 23, а все остальные меньше времени должны занимать. То есть если вы делаете кахут, то это будет ваш основной activity. Значит, первый на имена, на знакомство должен быть не очень затянутый, 5 минут. Так же, как и третий activity, что они что-то должны выучить, не должно быть очень затянуто. Все три длинных activity делать не нужно. Итак, третий момент, я говорю о том, что они что-то должны выучить. Нельзя проводить пробный урок на том материале, который они уже знают. Я говорю, ребенок потом выйдет и скажет, я уже все это знаю, зачем я сюда пришел, не буду я сюда ходить, да. А если они получат дозированно какую-то информацию, это будет как раз самое то. Ну, вот что можно сделать здесь. Я, допустим, очень люблю делать на первом занятии personal cards. Если я не делаю кахут, то я делаю personal cards. А если я делаю кахут, то я personal cards оставляю на вторую руку. При этом я детям это перед носом показываю, когда они уходят. А, смотрите, что мы будем делать на следующем уроке. Ага, personal cards. И будем делать выставку. Это тоже можно делать, но в конце урока, когда они уже уходят, да. Вот. Что такое personal cards? Так, сейчас я вам покажу. Здесь мы включаем новую демонстрацию. Сейчас вам должна быть видна желтенькая картиночка. Такая видна? Напишите, пожалуйста, в чатике плюсик, если вам видна картиночка моя желтая, такая картиночка. Есть, слава богу. Хорошо. Вот такой листик А3. Извините, А4. Обычный листик я им даю. Мы это вместе складываем почти напополам, но одна половиночка идет больше, чем другая. Я подгибаю этот остаточек, чтобы просто карточка тогда могла удобненько стоять. Вот так вот мы это сделали, да. И в середине мы пишем вот эту как бы информацию. Начинаем, я даю фломастеры, да. Листики тоже можно выдать цветные каждому свое. Я даю набор фломастеров на каждую парту. Вот. Либо если у вас круглый стол, вообще тоже отлично будет, да. И я пишу на доске все это, да. А они за мной потихонечку это заполняют в своей карточке. Важно, что они не сами это пишут, а они с вами это заполняют. То есть, my name is Ольга, пишу. Ольга, I am 42, пишу 42, никому не говорите, it's a big secret. Вот. И они все это написали. Уже на этом этапе у многих возникнет необходимость в вашей помощи, в вашем support, потому что на им написать не все состояния, как бы на пробном занятии, да. Дальше вы объясняете, что такое I have. И пишите три вещи, которые вы имеете вот в этом углу. Я пишу, допустим, I have two kids, I have a car, I have a dog. Неважно, чтобы это было правда, неважно. Теперь вы спрашиваете у каждого из них, напишите три вещи, которые у вас есть. Пока они пишут, они это все с вами произносят, да. Также мы переходим на I like. I like teaching, I like English, I like my students. Допустим, там, да, или там I like green tea, I like coffee, вы напишите. Дальше то же самое, они заполняют этот уголочек и опять все это проговаривают вместе с вами. Дальше my hobby. Я тут пишу там, допустим, fitness, books and cooking. И тут можно brainstorming, на самом деле, на доске сделать различных хобби, которые вам дети говорят, чтобы у них была возможность три любых выписать, как бы, да. И они все это произносят. My hobbies are, бла-бла-бла. I am. Здесь мы пишем три adjectives. Если не будет три, значит, хотя бы один, неважно. Я пишу там I am short, I am kind, I am super-pooper. Допустим, что угодно это может быть, да, в зависимости от уровня вашей группы. Потом вы берете свою карточку, как бы, да, и украшаете. Это очень важно. Дать им пять минут собраться с мыслями и украсить карточку так, как они хотят. Поверьте мне, кто-то рисует, он очень талантливый, и это сразу будет видно, и группа это оценит, да. Кто-то не умеет рисовать, предложите им stickers. Неважно, я говорю, какой возраст, поверьте, это даже со взрослым идет на ура. Неважно, да. Вот. Дайте им stickers, как бы, пусть они украшают. Что угодно это может быть. Я, например, всегда рисую яблочки, цветочки, но больше я не способна. Вот. Но это забавно, выглядит это мило, это все, на что я могу. И дальше по очереди мы выходим к доске и рассказываем, представляем, как бы, свою карточку, да. Потом она станет, как бы, моей визитной карточкой, на столе она будет стоять. У меня несколько занятий, пока все не запомнят информацию мою и, самое главное, мое имя. Вот. Либо же из этих personal cards можно сделать выставку в коридоре, да. Вот, выставка, как бы, наших новых групп, как бы, наших новых участников. Вот. Это тоже здорово, потому что они читают карточки друг друга. А что нам надо? Вот это нам и надо. Involving. Full involvement, как бы, да. Все вовлечены, все читают. Уже, как бы, такой вот. Поэтому вы здесь тоже можете снять видео, если у них неплохо получается спикать. Если спикать получается плохо, вы все равно снимаете видео, но музычку накладываете. И субтитры накладываете, типа, вот, мы уже учимся говорить о себе на первом уроке, да. Вот. Потом на будущее, на самом деле, после выставки эти карточки все сохраняю. И когда мы изучаем present simple, третье лицо, я им раздаю, и они друг о друге рассказывают. То есть это, ну, такое долгоиграющая такая personal card, которую можно сделать, да. Вот. Но это занимает время. Минут 20-30 вот это вот все дело, как бы, займет. Но если не получится на пробном уроке, на первом уроке, мы оставляем это на второй урок, но я вам рекомендую это сделать. Понимаете, чтобы ребенка заинтересовать, взрослого, подростка, надо говорить о себе. Им неинтересно говорить про Лондон, им неинтересно говорить про Питю Пупкина, им интересно о себе. Им интересно о вас, особенно что-то funny узнать, как бы так, там, допустим, я, что я плохо готовлю, там, допустим, да, и у меня всего лишь ха-ха-ха 35 размер обуви, а у них-то уже 42, ну, грубо говоря, да. То есть вот это все очень интересно. Поэтому personalization делайте с самого первого урока, да. Personalization и такие задания, видите, которые абсолютно работают дети. Вы их пока еще тут вот, ну, ничего не говорили, никакую страшную грамматику не учили. Вы им просто подсказывали, support как бы делали. И они чувствуют, что у них получилось, получилось благодаря вам. Вы помогли им, подсказали это слово, подсказали это предложение и так далее, понимаете. Вот. Что еще можно сделать вот на этот третий этап, такой tangible, что они могут унестись с собой. Можно сделать stars, да, то есть вот нарисовать пятизвезды, пятиконечную звезду, представить, что каждый из вас a star, потому что каждый из вас уникальный, каждый из вас особый. Это особенно хорошо идет с неуверенными к себе подростками, low dynamic group, которые 5, 6, 7 класс, вот такие вот умирающие лебеди, да. Вот. Каждый из вас a star. И мы рисуем пятиконечную звезду. Заранее я все это вырезаю, да. В серединке они пишут имя и пишут какую-то свою особенность, там, да, пять особенностей каких-то, там, I can swim very well, там, I have 35 dogs, что-то вот интересное, какую-то информацию о себе. И потом мы все эти звезды вывешиваем. Вот у нас, получается, как бы наши новые звезды, вот так, грубо говоря, да. Опять же, все это выставка, все это фоткается, все это можно забрать домой, потом принести, сделать выставку, вот таким образом. Но обычно они любят это оставить и потом, то есть, фоткаться на фоне этого, всем показать, все опять перепостили, опять пошла пассивная реклама ваша, да. Вот, и приходят они потом, приводят родителей, которые оплачивают абонемент, показывают, вот мое, видишь, вот мое висит. И родители сразу чувствуют, что, да, ребенок вовлечен на все 100%, ребенок работает, а не просто пассивный слушатель. Понятно, о чем я говорю, да? Вот. Еще как вариант, если это более продвинутые группы, я использую adjective game. На каждую букву, если это B1, кто слушал мой вебинар вчера, тот знает, что B1 характеризуется adjectives, да. То есть, мы сначала с ними, сейчас я вот это уберу, оно нам больше не надо, да, чтобы вы меня побольше видели, вот так меня побольше видно. Значит, adjectives game, это если у меня B1 группа и выше. Мы brainstorm различные adjectives о человеке. Это может быть внешний вид и может быть personality тоже, да. На каждую букву мы пишем adjectives, как можно больше, да. Пишу я это все, допустим, на доске, они просто фоткают, потому что нет смысла им тоже все это за мной писать, как бы, да. Вот. И потом, вот я пишу, допустим, цель какая, да. Цель познакомиться друг с другом и узнать, что мы друг о друге тоже думаем. Это здорово. Ну, вот, например, мое имя Ольга, да. Вот. Как вы думаете, какие adjectives подходят? Как бы вы меня описали? Значит, вы должны придумать adjectives на первую букву моего имени. То есть adjective на О, который меня характеризует, на L, на G и на A. Давайте поиграем. Опишите меня вот четырьмя adjectives, используя первые буквы моего имени. Первая буква, это первая, так, optimistic, да. Я тоже это сразу о себе пишу. Самое первое, что я пишу, это, да, optimistic. Мне психолог в Египте сказал, это неправильно быть таким оптимистом. Так, но я по-другому не умею жить. Так, optimistic, loving, абсолютно, generous и active. Вот, спасибо. Ольга очень быстро справилась с заданием. Так, что еще может быть? Как вы думаете? Так, ну, я думаю, что все уловили, как бы, так, смысл игры, да. Спасибо, Ольга, за полный такой комплект. Я со всеми словами согласна. Что самое здесь, вот, как бы, я даю какое задание, да, что самое интересное. То есть, я сижу в паре с Петей, Петр, допустим, да, и я здесь attractive, oh, thank you very much. А вот у меня здесь Петр, да, вот так вот, Петр. Я пишу про себя, и я пишу про Петра. Он то же самое делает, пишет про себя и пишет про Ольгу, да, используя всю вот эту базу, которая у них уже есть, которую мы уже brainstorming сделали вместе. Когда они уже видят эти слова во второй раз, они уже их лучше запоминают. Потом мы им показываем эти слова в третий раз, каким образом они сопоставляют свои списочки с соседом, да, и смотрят, что они угадали, что не угадали. Можно по пунктику давать за каждое, вы поняли, да, если одинаково написали слово, или наоборот, если разно написали слово, да, и приз там конфетка какая-нибудь паре, грубо говоря. Ну, после пробного урока должны быть все награждены, все должны быть с конфетками, безусловно. Вот. И потом мы это все выписываем, как бы делаем постером, красивым, и опять же получается новая выставка. В следующий урок они зайдут, они увидят уже свои имена, свои positive adjectives, конечно, negative adjectives никто не использует во время таких, как бы, так описаний, да. И еще раз они видят эти adjectives, они их вспоминают, что это значит, запоминают, скажем так, да. Вот. То есть, с одной стороны, они что-то выучили, с другой стороны, был full interaction, вот такая, как бы, идея тоже, да. Вот. И закончить урок нужно reflection, который сделают в первый урок, вот в пробный урок, да. Reflection сделаете не вы, то есть не дети, а вы. Вы не должны у них спросить, там, понравилось, что было легко, что было просто, что вы хотите дальше. Ни в коем случае мы такие глупые вопросы не задаем, мы им говорим, ребята, вы сегодня, you did a great job, really. You did a great job. Низкий вам поклон сегодня, thank you. И мне очень понравился урок с вами, главное, что вы научились. И вы им перечисляете, что они сегодня сделали. Потому что вы им должны напомнить, да, что мы не знали имен друг друга, вы их так быстро нашли на этом постере, молодцы, да. Что мы еще сегодня сделали? Вы сами, сами на английском языке составили тест в Kahoot, вау. Вы, друг, продружка написали такие adjectives. Я вообще со старости уже забыла, что такие adjectives бывают, понимаете. Вот, ну, понятно, да, то есть вы должны им напомнить в конце вот такой рефлекшн, что вы сделали. Ну, и я вот тоже люблю перед носом, говорю, покрутить, что мы будем делать на следующем уроке. Если это low-level group, я им показываю технический алфавит. Вы знаете, это группа, да, Инга Штаб, замечательный технический алфавит. А, look, а вот что мы будем делать на следующем уроке, если мы не делали еще personal cards, тоже покруче смотреть, что мы будем делать на следующий урок, я вас жду. Они должны, у них должна быть причина, почему они придут сюда, как бы, на следующий урок, понимаете, тоже. Так, вопрос от Марии. Все вы это на английском говорите зависит от группы, потому что цель моего первого урока, build a rapport, и научить их чему-то, не научить их 100% всем словам. Они должны выйти с тем, что они что-то выучили здесь, да, что они смогли, что они это сделали. Как вы это добьетесь, говорю, в зависимости от группы, на английском или на русском. Не тот случай, когда я считаю, что весь урок должен проходить на английском. А, English, English говорю на русском, конечно. На английском, reflection, reflection я говорю на русском, я на английском говорю только то, что мы сделали на английском. Те слова, которые мы выучили, да, то есть personal card вы сделали, молодцы, well done. Мы должны быть уверены, что дети нас поняли на 100%, что они почувствовали тоже нашу волну, и что мы их очень ждем, да. Вот, значит, что нужно сделать? Вот это конец. Нужно обязательно все зафоткать, каждый ваш этап. Их всего три этапа пробного урока. Первое – знакомство, второе – icebreaker, и третье – это вот что-то tangible, что-то ощутимое, они должны с собой унести, какой-то activity. При этом они должны что-то выучить. Вот такие три момента, да. Вот. Поэтому я вернусь к этому моменту, Мария, что crazy насчет English only. Я вернусь к этому моменту вместе с Наташиным вопросом. Скажу вам свое мнение по этому поводу. Вот. Обязательно все зафоткать, обязательно выложить все эти этапы, что как у вас прошел пробный урок, да. Обязательно сделать селфи с детьми, что вот такая замечательная новая группа у меня появилась. Вау! Да, такие новые ребята, я жду вас на следующий урок и так далее, да. Вот. Обязательно сделать выставку. Будет это выставка Personal Cards, будет это выставка нашей New Superstars. Что это будет, это от вас. Ну, вы поняли идею, да. То есть это должно ставить как бы ощутимый след такой. Ощутимый, tangible как бы след, да. Вот. И я повторю пять составляющих пробного урока. Успешного пробного урока. Первая составляющая – это до урока, что мы делаем. Это мы изучаем предисторию наших детей. Теперь три вещи, которые касаются самого пробного урока. Первое – это знакомство. Мы говорили о том, что можно это сделать с нежным комом, можно бейджики сделать с вашим логотипом, можно word search сделать, да. Дальше. Второе – это icebreaker, который позволит им узнать информацию о вас и друг о друге. Здесь я предлагала вам три предложения, одно false. Здесь я предлагала guess my words, вот такого плана, да, задания. И здесь я предлагала kahut. После этого, как бы, после того, как они в парах, обязательно это сделать в парах на первом уроке, никакой индивидуальной работы, чтобы облегчить им, да, придать уверенности в себе, и тем не менее сравнить себя с другими детками, вот, надо это сделать в паре. После того, как они угадали это о вас, эту информацию, они составляют то же самое о себе, о своей паре, не о себе, как бы о своей паре, да. Вот, и уже играют с другими членами команды, скажем так, с другими членами группы. Тут вы это представляете, как вау, они сами написали о себе, теперь сами друг к другу играют, как учителя, и все такое. И третий этап, который касается самого урока, это что они должны что-то вынести, tangible, ощутимое с собой на память, и что они должны что-то выучить. То есть обязательно должен быть какой-то educative element, или educational, поправьте меня, элемент должен быть. То есть ни в коем случае не должен пройти урок впустую, что они ничего нового не выучили. Во время рефлекшн вы им напомните, как бы, да, что конкретно они выучили сегодня. Вот, и пятый момент, это после урока. Что вы сделаете после урока? Вы выложите все эти фото, вы выложите селфи, вы выложите видео, которые у вас есть, да, и ссылочку разошлете ребятам, и ссылочку разошлете их родителям, для того, чтобы они посмотрели, как бы, как все было на самом деле. Я говорю, это будет для вас спасибо рекламу, потому что вы выложите только удачное фото, вы выложите видео, где дети работают, а не вы работаете, да. Вот, и, конечно, как тут уже не прийти к такому преподавателю, да. Вот, таким образом, что мы добились, когда мы сделали вот в таком параметре, как бы, да, пробный урок, что мы добились? Во-первых, мы познакомились. Лед разбит. The ice is broken. Да, абсолютно. Вот, team building был. Потому что это важно, вот, когда один выходит, и ему понравилось, как бы, да. Я обожаю снимать и смотреть реакции детей, особенно подростков, после вот первых занятий. Они выходят и говорят, мама, это был вау. И это вот, если я успею сфоткать или на видео снять, потому что это просто лицо перевернуло их мир, понимаете, перевернуло их представление об английском языке и о вашем клубе, и о вашем, там, преподавании, допустим, да. Вот, и если один ребенок это сказал, остальные это услышали, они тоже будут заражены вот этим вау-эффектом каким-то, понимаете. Вот, даже если, ладно, они промолчат, там, одногруппники, они не так впечатлены, но вот этот ребенок, который сказал, вау, поверьте, он приведет еще ни одного человека к вам потом. Вот. Дальше, что мы еще добились? Мы были естественными, потому что все эти активисты у нас в таком плане, ну, еще у меня в таком плане проходят, как бы, ежеурочно. Поэтому все это было естественно, не натянуто, спокойно. Кахут мы используем много раз, как бы, в течение года, ну, скажем так, каждый месяц, как тест финальный, как бы, да, я делаю его. Вот. Дальше, мы использовали технологии, если вот вы вставите кахут, да, то есть мы показали, что мы знаем, что такое Generation Z, мы знаем, что такое Applications, мы знаем, что бывают различные мобильные предложения, мы знаем, что такое смартфон, как бы, да. Вот. Мы показали и доказали детям, что они могут делать на английском языке очень-очень много вещей. И мы собрали это все в доказательную базу, да, то есть мы сняли фото, видео, селфи, мы сняли фото их работ, как бы, что получилось, все это выложили, да. Вот. Все было не затянуто, не натянуто, да, и все было вот очень так вот естественно, поэтому выберите только те Activities, которые действительно вы в них чувствуете себя, как рыба в воде, вот. Ну, вот как бы так и все, что касается пробного урока. Перед тем, как я начну отвечать на ваши вопросы, не касаемо пробного урока, скажите, что еще есть у вас, какие вопросы есть, сомнения есть по поводу пробного урока, первого урока, напишите мне, пожалуйста, в чате. Я пока попью водички. Все ли понятно было по основной, как бы, моей идее пробного урока? Если вы все это будете, пока вы пишете, я вам еще раз повторю начало, с чего я начала час назад. Я вам говорила о том, что идеальная ситуация – это тогда, когда не нужен пробный урок, когда они идут именно к вам, когда они знают, к кому они идут, когда у них вообще там лист ожидания, я знаю, они записаны с вами еще с этого, с весны, да. Вот это идеальная ситуация. Если вы будете вот так время от времени выкладывать подробности, какие-то интересные моменты вот ваших занятий, видео, фото, с комментариями, с нужными комментариями, как бы, да, captions, вспомнила это слово, с нужными captions, то и проводить организационные собрания грамотно. Все, вам не нужен будет потом уже пробный урок. Понимаете, они уже знают, куда они идут, что они увидят, вы их направляете, там новые студенты какие-то есть, да, вы их направляете в ссылочку, как бы, да, в группу вашу, посмотрите там видео, вы увидите много, как бы, как мы занимаемся, и все такое. Так, ну что ж, я смотрю по пробному уроку, вопросов у нас нет. Тогда я начну с Натальиного вопроса. Она пишет, что у меня есть в штате преподаватели, и родители их не знают, поэтому нужен пробный урок. Я не знаю, как у вас в центре, в клубе вашем, но у меня, но у меня ситуация такая, что они идут на систему, они идут на нашу систему, как бы, да, видишь, у меня как бы кембриджский центр представлен, и неважно, какой преподаватель, они идут сюда все равно, потому что они знают, какая система у нас в центре. Как правило, преподаватели, вот, слава богу, у меня не уходят, преподаватели у меня, наоборот, только прибавляются, и мы расширяемся. Поэтому неважно, какой будет преподаватель, они знают, что мы идем именно по этим учебникам, они знают, какая их ожидает, как бы, так, в конце, какой ожидает их в конце прогресс. Все это я рассказываю на организационном собрании, как бы, да, поэтому там вопросов не возникает. Все равно я не делаю пробный урок, скажем так, он мне все равно не нужен, потому что они идут на меня, они идут в клуб, они знают, как там преподают, независимо от преподавателей, потому что у меня, допустим, система такая, что с одной группой работает одновременно три преподавателя. Урок длится 90 минут, и 30 минут с ними работает каждый преподаватель. То есть один преподаватель отвечает за какую-то часть. Один за грамма, один за vocabulary, один за pronunciation, скажем, да. Вот, поэтому они не привязаны к одному преподавателю. В связи с этим, как бы, и все это родители знают, дети знают, они впечатлениями обмениваются, и каждого преподавателя я все равно в течение года снимаю несколько уроков, выкладываю, и люди знают, что все равно система одна. Кто бы ни преподавал, система есть система. Мы идем именно так. Дальше, второй вопрос. English only. Это неэффективно. Абсолютно неэффективно, я вам хочу сказать. И об этом говорят и кендричские методисты тоже, что только English – это неэффективно. Почему? Если у нас low-level groups, которые пришли, зачем мне им три часа объяснять грамматику на английском языке, если я могу это сделать за 10 минут по-русски? То есть это нерациональная трата времени. Дальше. Если я говорю очень много незнакомых слов, вот заговорили я с вами сейчас на арабском языке, да, а вы знаете только «Салям алейкум и хабиби, хабиби». Все, что мы знаем из песни, да. Если я с вами сейчас заговорю на арабском языке, как вы себя будете чувствовать? Во-первых, как ослы, извините за выражение, да, которые ничего не понимают, что я сюда пришел. Это вообще не моего уровня, как бы я ничего не понимаю, я никто и зовут меня никак. Это полностью, кроме вот демотивации, да, это еще приведет к тому, что они начнут отвлекаться. Раз я слышу какую-то незнакомую речь в течение нескольких минут, все, я отвлекся, я уже где-то о чем-то своем там подумал, да, поэтому нет абсолютно. Дальше, когда у нас идут даже какие-то advanced groups, да, есть слова, которые может быть misunderstanding в значении, да. Зачем я буду доводить этот misunderstanding? Я по-русски один раз и сказала это слово, как бы, да, так, чтобы точное значение, как бы так, внести. Вот. И еще, что я хочу сказать, оправданный русский язык всегда, когда я ругаюсь. Даже с B2 groups я ругаюсь на русском языке. Я не только, да, я не только зайчик, я еще бываю и этот, ругаюсь тоже, что, как же ж не ругаться-то, да. Вот. И с маленькими детками, и со взрослыми детками, и не детками. Плохое я говорю на русском языке. Это касается поведения, это казалось, что там кто-то не перебулся, я не знаю, там еще каких-то таких организационных вопросов там, да. Зачем я это делаю на русском языке, чтобы не вызвать у них негативные чувства к английскому, скажем так, да. Вот. А русские, они и так, я не первый, не последний человек, который на них ругается. Вот. Вот, что касается моего мнения, и вы знаете, я работала в Египте с арабоговорящими людьми, в Украине у меня было вообще много разных национальностей, как бы, да, и со всеми это правило работает. Ценен намного больше тот преподаватель, который знает родной язык своих подопечных в любом случае. Так. Здесь был у нас уровень языка невысокий, какие активичности можно сделать, если детки первый-второй класс. То же самое. То же самое. Смотрите, принцип какой. Первое. Познакомиться, да. То есть пусть мы здесь еще не умеем писать, мы не умеем выделять свои имена, но мы можем, например, первую буковку своего имени найти. Мы можем, значит, здесь в снежный ком поиграть, только с мячиком, да. Вот таким образом. Айс-брейкер какой может быть здесь у нас? Вот. Айс-брейкер с детками, наверное, с малышами как бы я бы пропустила. Вот. А я бы пошла сразу на выучить что-то с ними, да. То есть это и будет вашим айс-брейкером, потому что вы здесь в любом случае вставите песенку какую-то, которая послушает как бы растопителем льда. Это может быть любой генки материал. Допустим, я хочу сегодня взять на этом уроке цвета. То есть вы должны знать, какой именно уровень невысокий. То есть что они знают, что они не знают. Вот. Например, вы берете только цвета. Или вы берете только family. Или вы берете animals. То есть возьмите каких-то шесть слов, потому что для малявочек это шесть слов, да. вы возьмете шесть слов, и вы будете их вот гонять различными видами activities, чтобы дети вышли, и они эти шесть слов знали. Вот. Такие как бы activities вам нужно на этот уровень подобрать. Так. Ну что ж, есть ли еще вопросы? Если нет, то мы уже будем с вами прощаться. Я никогда не вписываюсь в час. Ну, наверное, это не потому, что я плохо овладею time management, наверное, потому что у вас очень интересные вопросы, и я хочу на них отвечать по мере возможности. Так. Пишите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы. Если нет, то всем спасибо. Так. Спасибо за теплые слова. Так, так, так. Угу. Хорошо. Ну что ж, до скорой встречи. В сентябре у нас будет очень интересный вебинар о low-level groups, как с ними работать, low-dynamic, вот эти, знаете, подростковые группы, которые умирающие лебеди. Как их шевелить. Да, Жанна, спасибо. Я с вами тоже была очень приятно сегодня провести вечер. Может, я даже еще немножко успею зацепить день города, который там празднует. Мне на салют, по крайней мере, точно успею. Вот. Также вот у меня сейчас начинается онлайн-курс по подготовке к кембриджским экзаменам. Да, если вы хотите повысить свой уровень как учителя, выйти на новый международный уровень, пожалуйста, you're very welcome, присоединяйтесь. Вот. И очень надеюсь видеть вас дальше. про подростков, на которые low-level group еще не анонсировала, еще с датами не определилась, но скоро сделает. Ну что ж, все, всем спасибо, до скорых встреч, приятных вам выходных и продуктивного вам Нового года. Цените себя, пожалуйста, цените себя, не распыляйтесь на всех и на вся. Выбирайте себе только тех учеников и тех родителей, которые вам подходят по времени, по духу, по стоимости, не берите всех подряд. Вот. И тогда будет действительно какой-то результат, будет какой-то эффект. И я желаю, чтобы в следующем году у вас уже не было необходимости в пробных уроках. И напишет, Ольга, вас можно слушать часами, правда? Рада слышать. Вот. Люблю свое дело. Люблю, горю, живу этим просто. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова